Так же как в IP версии 4, в IP версии 6 есть протокол конфигурирования хостов DHCP, но он называется DHCP 6. Конфигурация хостов осуществляется несколькими видами в IP версии 6. Во-первых, в IP версии 6 есть конфигурация Slack, и у нас автоматом конфигурация адреса, и роутинг. Если нам нужно передать дополнительную информацию, то мы можем DHCP 6 использовать в двух видах. Stateless, то есть без сохранения состояния. Имеется в виду, что мы конфигурием IP адреса и роутинг с помощью Slack, а дополнительную информацию с помощью DHCP 6 передаем. И в результате он не хранит состояние о том, какие адреса каким хостам выданы. Без сохранения состояния. И полностью аналогичный вариант, как DHCP версии 4, когда у нас только DHCP выдает информацию, и, соответственно, он хранит состояние того, что выдал. Будем использовать следующую топологию. Но на самом деле идея какая. Мы сконфигурируем оба PC. Один по Stateless, другой по Stateful, и покажем, что они пингуют друг друга. Вот, собственно, и всё. Давайте запустим packet tracer. Значит, давайте создаем топологию. Здесь у нас один маршрутизатор в 1941, два коммутатора, control нажали, и два PC. Control опять. Ну, escape. Значит, идеологически, действительно, мы в несколько слоев делаем. В результате у нас PC подключаются не напрямую к маршрутизатору, а именно через коммутаторы. При этом, конечно, мы можем их не конфигурить. Давайте у меня я местами, чтобы переименовать на PC2, R1. Ну, и два свеча. Мы их не настраиваем, но они у нас есть. Поехали. Поехали. Так, теперь подключим их. Значит, щелкаем сюда, щелкаем, нажимаем control, щелкаем сюда и подключаем. выровняли все. Красиво. Ну, и теперь можно настраивать. Ну, значит, что мы сейчас делаем? Вначале мы слэк сделаем. Для этого нам нужно на маршрутизаторе поднять порты и задать их адресацию. Вот я такую табличку сделал. И давайте вот конфигурацию. значит, что мы делаем? Значит, вначале, как вы помните, для того, чтобы IP версии 6 маршрутизировался даже на одном маршрутизаторе, нам нужно разрешить маршрутизацию Unicast адресов. На IP версии 4 на IP версии 6 Unicast адреса на IP версии 4 это не нужно делать, ну, потому что он и так будет маршрутизировать. Небольшое. Ну, это он будет вешаться на каждой IP версии 6. Ага. да, Enable вешается на каждый порт у нас. Это я наверное запечатался. Значит, что что у нас дает IP в 6 Enable? На самом деле, это необязательная вещь, если мы не делаем настройку Slack. Он поднимает link local адреса то есть, вот мы давайте без Enable сделаем, потом посмотрим, что у нас будет. Итак, интерфейс гигабит 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 интернет 0 0 no shutdown, IP в 6 адрес 2000 1 это два раза это значит, что между ними нули находятся. Чтобы не писать много нам. Значит, стрелочкой вверх первый интерфейс. Адрес сделаем первый и no shutdown подняли write-num control-z write-num смотрите IPv6 interfaces brief кратко вот видите у нас поднялся а вот тут он поднялся тоже, да. и без Enable все нормально сработало. Значит, вот у нас адреса на наш каждый порт это адрес порта а вот это адрес link-local а link-local вот так вот начинается и у нас роутинг будет делаться вот именно вот на эти вот link-local адреса. так давайте мы симуляцию включим и подключим автоматику. Вот у нас Network Discovery протокол пошел. вот мы сразу мы начинаем искать что за сеть у нас какие у нее вот на этот адрес идет на ff02 запрос идет как вы помните у нас не широковещательные адреса теперь в IP версии 6 а мультивещательные то есть групповые адреса и мы запрос делаем не на все адреса а на определенную группу адресов ну и вот собственно вот этот адрес групповой он на маршрутизатор и вот мы с ним договариваемся вот собственно в NDP мы получаем адрес вот адрес такой выдался и адрес linklayer ну естественно вторая часть то есть у нас стандартное начало linklayer а значит а это конец этого адреса давайте проверим значит вот у нас закроем realtime вот у нас протокол вот он как раз протокол и вот он вот начало стандартное fe80 а дальше тот кусочек который соответствует linklocal адресу по которому значит это этот linklocal а значит у нас есть дефолт на gateway задается тоже уровня linklocal и вот этот linklocal это вот этой машины ну вот все в принципе можно посмотреть ipconfig all вот он адрес видите у нас собственно linklocal адрес местный это кусок от адреса ipv6 который мы получаем как собственно в пакете было ну или тут есть то же самое ipv6 конфиг только по ipv6 но то же самое мы давайте сделаем и со вторым pc вот можно посмотреть ipconfig all вот у нас linklocal генерится из mac адреса как видите это стандарт генерация адреса из mac адреса а ip версии 6 адреса нету как такового значит ну давайте мы включим автоматически вот он NDP проверяет с получит адрес вот он получил значит опять можете поставить сообщение еще давайте посмотрим еще раз обращаю внимание что при вот такой таком образе получения адресов у нас адреса генерятся из mac адреса устройства по определенному алгоритму вот это тоже все в стандарте айпи версии 6 есть то есть мы не сами назначаем а по определенному алгоритму эти адреса задаются и так у нас слег работает давайте пропингуем давайте вот мы айпи версии 6 адрес копировали все пингуется в обратном направлении тоже важно пинговаться и теперь давайте мы переделаем адрес этот на dhcp без сохранения состояния потому что смотрите у нас нету суффикса dns и нет dns сервера видите вот пустой dns сервер вот это нули а это пустой да значит давайте мы его сконфигурим так вот вот он в t построен значит зададим dns опять full ну стейтлест назовем можно даже стейтлест юзернейм вот так вот даже лучше будет значит дамой name опять юзернейм нет юзернейм заменяется на ваш плагин как в соглашении об именовании dns сервер ну произвольный естественно да у нас нет дна сервера это не наша задача его делать значит вот мы его сделали настройку вот он добавим значит эту настройку мы сделали что теперь нам нужно а теперь нам нужно повесить этот сервер на наш интерфейс конфигури терминал интерфейс же ну или табуляции добиваем гигабит азернет 0.1 у нас на первый интерфейс вешается ipv6 dhcp сервер и пул который он использует значит дальше вот такая вещь вот у нас для network discovery ставится определенный флаг смотрите вот у нас три флага для network discovery это я знак вопроса набрал как видите и он выдал подсказку роутер advertisement это собственно по слэку он по умолчанию этот флаг стоит то есть мы конфигурим вообще без dhcp сервера только роутер конфигурит дальше у нас аза конфиг флаг это значит что мы используем stateless dhcp сервер то есть dhcp сервер выдает только дополнительную информацию а все остальное конфигурится ip6 и роутер конфигурится с помощью слэка и magic config flag это у нас будет когда у нас stateful будет наш dhcp сервер итак итак вот все давайте мы посмотрим дэкзем вот у нас наш адрес есть давайте мы уберем все фильтры и нас интересует только dhcp версии 6 вот вот он dhcp версии 6 наш и вот по нему он получает всю информацию вот у нас финальная что он у нас получил он у нас пришел опять вот два порта эти два порта зарезервированные жестко так же как и в dhcp версии 4 у нас порт клиента зарезервирован он непроизвольный ну и вот у нас вся информация тут есть по ip-адресам значит ip-адрес у нас по тут я убрал по ndp делается значит вот у нас опции вот dns опции dns сервер пришел и где-то домейным должен быть домейным что-то я отловить не могу ладно так давайте длтаем посмотрим конфигурацию ipconfig вот у нас появился tns-name tns-name и tns-сервер появился вот в конфигурации вот это все передал наш dhcp-сервер ну и для второго pc мы сконфигурируем dhcp-stateful сервер ip-conft задаем новый сервер full stateful user name так вот значит вот давайте сравним мы под stateless задавали то что dhcp 6 stateless создавал то есть имя домена и dns-сервер так мы тоже это зададим доменем user name нет не забудьте менять его на свой и dns-сервер 10 но плюс к этому мы должны задать те адреса которые он собственно будет раздавать то есть вот у нас в прошлый раз не было адресов потому что dhcp stateless не занимался адресами они по слайку раздавались конфигуры терминал сделать интерфейс гигабит ethernet 0 0 еще наверное надо было менять их местами чтобы к тому не путаться ладно а ipv6 мы должны повесить dhcp и сервер собственно нас dhcp сервер у нас stateful username значит username естественно да вы заменяете на свой stateful не надо вторую букву л делать ipv6 и теперь мы ну вот у нас nd это у нас neighbor discovery у нас наш маршрутизатор будет рассылать сообщение и по умолчанию он будет посылать всем адрес префикс не адрес префикс он будет присылать и адрес маршрутизатора значит свой адрес все хосты с помощью EOE64 делают и все хорошо а тут мы запрещаем что-нибудь посылать вообще то есть мы вообще ничего посылать не будем в результате у нас пойдет только информация о та которая дает dhcp сервер ну вот и все то есть вот так давайте мы смотрим вот у нас config вот вот наш адрес command prompt запустили ping пропал у нас так давайте посмотрим ipconfig all вот у нас не сработал у нас dhcp сервер пока то есть у нас просто он перестал выдавать адреса но пока еще не сработал подождем немного так и так все работает у нас тут вот у нас наш d на сервер вот тут наш dhcp вот dns суффикс симуляции мы можем посмотреть потому как наш dhcp 6 выдает информацию pc1 вот наш нас интересует значит и давайте посмотрим финальный наш config и так вот у нас два пула stateful state state stateful тут у нас добавляется еще адреса которые мы выдаем значит вот тут у нас где stateful мы только разрешаем выдавать через dhcp сервер тут мы адреса раздаем напрямую а дополнительную информацию через dhcp сервер давайте посмотрим ip версии 6 dhcp pool вот у нас наши адреса и вот смотрите у нас state лес он ноль активных клиентов а потому что он не хранит информацию о клиентах он не знает кто взял его параметры поэтому он без сохранения состояния а stateful у нас хранит информацию какой клиент как и ip адреса получил вот в данном случае один активный клиент вот поэтому он stateful ну вот собственно и все у нас наша сеть автоматически получает адреса и они взаимодействуют эти наши компьютеры не не в и а ну а а и а и и